Привет! С вами снова Владимир. Я путешествую по Сердному Кавказу, еду к родственникам. Хочу показать в городе Минводы, на окраине города, строится торговый центр. Я проезжал мимо, решил посмотреть. Смотрите, опалубка несъемная. Как обычная опалубка теплодом, только очень огромные фрагменты. Вот, смотрите. С двух сторон пенопласт, а внутри бетонный сердечник. Вот на таком прошел пролете. Никаких швелеров и ничего подобного не видно. Видимо, армирование там заложено. Для усиления на момент заливки установлена доска. Проволока вязальная между собой скручена. Видимо, с той стороны другая доска, но ее уже сняли. Все это монтируется на плиту сборную, плиту фундамента, состоящую из отдельных фрагментов. Может быть, сборная непонятная, то ли залитая фрагментами. Вот стыки видны. Через каждый примерно сантиметра восемьдесят арматурный выпуск. На него установили вот пенопластовую опалубку. Вот хорошо видно пенопласт на бетоне. Отпечатался. Бетонный сердечник. Между собой панели скреплены. Сейчас найду целое место. Ну вот, ладно, вверху. Вот такими скатанки, шестерки. Стяжками на стыках. Возможно, они были снаружи укреплены какими-то временными подпорками. Сейчас этого не видно. Стыки запенены пеной. И получается фрагмент, у меня рулетки с собой нет, примерно, наверное, где-то метр двадцать на два с половиной. Может, метр двадцать пять на два с половиной. Вот торговый центр. Вот такой довольно-таки обширный. Для устойчивости стен применены колонны. Каждые раз, два, три, четыре, пять. Четыре, пять фрагментов несъемной опалубки вертикальными колоннами усилены. Проемы сделаны. Видимо, даже вот такой огромный проем. Внутри, наверное, усиленное армирование. Для того, чтобы пролет держался. Остановился и решил снять. Много раз слышал про подобные технологии. Видел на выставках. Вот первый живой объект. Вот еще, я так понимаю, это будет входная группа. Супермаркет на колоннах. Сверху ригель, на которой, как я понимаю, будет монтироваться кровля какая-то. Сейчас ближе подойду к колонне. Колонны очень тонкие. Ну, не больше, чем 35 на 35 с учетом пенопласта. Внутренний сердечник бетонный не виден. Какой он размер. Все это поштукатурено по вот такой вот просечно-вытяжной сетке. Вот, снаружи поштукатурено. довольно протяженное сооружение. Кое-где поверхностные трещины. Но я думаю, это штукатурки. Да, только штукатурки. крупными фрагментами используется несъемная опалбка с пенополистирола с ребрами усиливающими. Видимо, ребра для того, чтобы придать колоннам проемам жесткость. ригеля. Очень интересная. Но, видимо, все это частично по-русски заливалось. Кстати, вот, нашел поломанный фрагмент опалубки. Все, видите, в ванных мешается тяпочками. Вот фрагменты опалубки. Вот они. Оп! Даже не знаю, фрагмент это стены или колонны. Сейчас посмотрю, вот фрагмент. Ага! Оказывается, большой сердечник, два маленьких и опять большой. Вот тут кусок валяется. Горе-бетончики оставили свой инструмент. Что тут еще? Баек для раствора, бочка для воды. Ну, короче, стройка по-русски. Это с другой стороны с двора. Вот такое сооружение несъемной палки. Вон, электричество прямо от трансформатора подавалось. Вот такое сооружение. Видимо, сделано давно. Выглядит заброшенным. По штукатурке паутина так называемых молекулярных трещин. Кстати, некоторые трещины четко по стыкам фрагмента опалубки. Большинство, я бы сказал, трещин по стыкам опалубки. Но тут водичка отскок от земли водяной, так сказать, мочил стену. Остатки заглушек от опалубки. Ну все. Вот так в минводах используют несъемную опалубку. Крупно-фрагментарную. Фрагментарную.